Оказать первую медицинскую помощь, а также помочь себе самому, если получил травму в бою. В декабре стартовали курсы по оказанию первой помощи в экстремальных условиях. Занятие проходит в Центре тактической медицины на базе симуляционного центра медицинского моделирования УЛГУ. Обучение тактической медицине включает в себя две программы. Первая для студентов медицинских факультетов, вторая для обычных граждан. В настоящее время проводятся занятия по первой программе. Здесь очень интересная программа, которых у нас раньше не было. Программа отработана при поддержке Военной медицинской академии Миникирова. И реализуется в том числе с участием тех ребят, которые сейчас прибывают в зоне спецоперации, врачи и средний медперсонал. То есть они делятся своими уникальными знаниями, в том числе здесь. Программа состоит из двух частей. Отработка науков оказания экстренной помощи в тактическом центре медицины и практика на полигонах. Учебные аудитории разделены по видам экстренной помощи. Например, есть операционная, реанимационная и акушерская палаты с необходимым оборудованием и не только. Мы находимся в учебной аудитории, которая имитирует реанимацию. Здесь представлены манекены, у которых есть множество человеческих показателей. Пульс, дыхание, давление и многие другие. Именно здесь будущие медики учатся принимать быстрые решения. Будущие врачи могут качественно подготовиться к практике с настоящими пациентами, благодаря созданным условиям. Это гораздо лучше, чем просто теоретический учебник листать. То есть, несмотря на то, что не на живом человеке, но на приближенных к этому условиях, гораздо понятнее становится то, что изучаешь в принципе. Помимо обучения студентов, здесь проводится аккредитация действующих медиков. Эксперты в области медицины наблюдают за работой врачей, а также среднего медперсонала и оценивают ее. Также в центре планируют открыть курсы оказания медицинской помощи для всех желающих в следующем году. Все прошедшие курс получат свидетельство о прохождении программы дополнительного образования.